Подставить плечо президенту России решила общественность города Краснокаменска. Представители спортивных сообществ, политических партий, национальных диаспор. Предприниматели провели совместное заседание. В фавестке только один вопрос о создании районного отделения Общероссийского народного фронта. Практика показала, что в Краснокаменске живет много неравнодушных граждан. Пальцы, наркотики, дальше алкоголь за рулем. Я считаю, мы видим это все на дорогах. Потому что и пресекаем это. Я не скрываю отношения негативного к людям, которые пьют за рулем. Допустим, за этот сезон с помощью нас несколько задержаний уже было произведено. Именно водители в нетрезвом состоянии. К примеру, в реализацию программы «45 добрых дел», инициированные приоргунским производственным горнохимическим объединением, к собственному юбилею свой вклад несли предприниматели и просто активисты города. Объединив усилия общественности, тем более под эгидой Народного фронта, по мнению собравшихся, можно сделать намного больше. Мы обсуждали вопросы, как жить в городе, в районе, в Забайкальском крае. Что можно сделать сегодня для того, чтобы эффективнее работало и местное управление, и чем мы можем сегодня помочь органам местного самоуправления, власти, в решении тех проблем, которые перед ней стоят. По итогам встречи была определена инициативная группа по созданию районного отделения Народного фронта. Руководителем ее избран директор по взаимодействию с органами государственной власти, ОАО ППГХО Андрей Простокишин.